Крупнейший в Центральной Азии логистический хаб, расположенный в приграничном Харгосе, сегодня в центре внимания ведущих компаний мира. Буквально вчера свободную экономическую зону посетила представительная делегация дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, и журналисты из 35 стран. Несмотря на то, что официальное открытие еще не состоялось, логистический хаб уже успел обслужить 150 грузовых составов. Казахстан самая крупная по территории государства, не имеющая доступа к морю. Однако выход из ситуации найден. За рекордно короткие сроки у восточных границ вырос мощный логистический хаб, способный обеспечить грузоперевозки в объеме 40 миллионов тонн. По подсчетам объема торговли между Европой и Азией, к 2020 году превысит триллионную отметку, триллион долларов. Поэтому, естественно, нам очень важно не отстать от этого движения. Сейчас представители КТЖ ведут переговоры с зарубежными партнерами ряд крупнейших компаний мира уже подтвердили свое участие в этом проекте. Ведь по суше груз доставляется гораздо быстрее. Вся сопутствующая инфраструктура, наличие подъездных путей, состыковка с железнодорожкой со станцией, наличие сухого порта, а также вся необходимая вспомогательная инфраструктура, на логистические индустриальные зоны, она уже построена. Технологическая увязка с железнодорожными ветками «Житогенкургаз» и «Жисказгамбенел», а также автомобильным коридором «Западная Европа», «Западный Китай» позволят Казахстану стать самым крупным центром консолидации и дистрибуции грузопотоков на современном шелковом пути. Аскар Сергалиев, Нурдавлет Жахсыбаев, 24КЗ из Алматинской области.